даночка так с дождиком вся была все льет и льет не зря тут так прохладно с ним даже машина не работала на самом деле погодка такая не актив и нам уже надо двигаться потому что мне один клиент звонит этот чувак когда ты привезешь мою тачку вчера купили вот такую банку сока интересно насколько там сок вчера видос не делал вечером уже перед сном так как поздно опять приехали сейчас надо быстренько перекачать на телефон будем двигаться на машине нашел зонтик пойдем будет занят он не встал ух ты шкука воды там мир и попит саня проснись и пой привет давай можете вели по 1 принципе родится не будет я на заправку сейчас двину утренние наши заправочки манипуляции с бубнами но стоп деп погода конечно на сегодня друзья не самая актив а я сюда вчера выпил детства без планы бутылки и у этого они по 0 3 и по плене даже хорошее настроение хоть и немножко есть легкая какое-то похмелье легкой ли блин что надо чем уж не питер 500 правда животно таким образом обратно захотелся расслабиться у нас уже просто график чтобы быстрее 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 ехать и сегодня мы сегодня мы загружаем тачки опять выезжаем уйдя уезжаем и на тысячу вроде миль когда так мокро сыра и хочется хлеба и колбасы конечно неприятно работать смотрим уральских пельменей саня расскажи свое как ты выспался как уже спустя четыре дня если не от пятницы 5 дней спать машине спать машине потому что нормально не разложишься не на задней сидушки не на передней не высыпается все болит повитая собака кто мог бы порекомендовать ребятам которые собираются на такую работу ну для того чтобы немножко облегчить свою жизнь надо ехать подготовленным английский язык должен быть хотя бы на среднем уровне потому что у меня его нет и с этим я чувствую проблемы сейчас там тачку сдаешь тачку берешь надо общаться с людьми опять же мой английский это невысокий а у меня и вообще нет вот это проблема вот что порекомендовать еще может быть какие-то вещи купить вещи купить да не ничего не надо много шортов штук пять шорт и футбол потому что не стираешься заманяешься и ложку и ложку и вилку но я взял только я забыл в офисе хе-хе-хе друзья это знаете хорошо что я не на мотоцикле сейчас так сыро мокро сегодня аж 16 градусов это лето представьте вот чикаго настолько погода не знаю как сказать вот черт мосты высоты нету но у нас нормально вот так вот друзья дождь идет надо выгружать какой-то чувак на непонятном языке вообще разговаривает в общем вот так вот мы приехали оказывается чувак может платить карты и он сейчас назовет свой код баркот или как он там ну код который с обратной стороны трехзначный и типа мы заберем с него снимем денег хе-хе прикольно я даже не знал блин дождь холодно 16 градусов друзья я в этих своих шлепках и в шортах это даже не шорты это плавки так что стою как дурак под дождем с зонтиком хе-хе хорошо что хоть у меня зонтик да холодно друзья 16 градусов еще там выросящий дождь бак собрались мы с этим чуваком вот как сложно вот некоторые вот с индусами и неграми вот иногда бывает реальная проблема их не понимаешь он что-то там пытается у него несколько этих карт он этими разными картами пытался оплатить у него не получалось короче хрень вообще хорошо что диспетчер у меня толковый он с ним звонил все что-то порешал они там что-то пробовали пытались сделали сделали уже а мы сейчас по такому району катаемся довольно забавные ну 15 друзья градусов 15 градусов мать вот как здесь выдерживает Чикаго что друзья мы приехали на разгрузку на мечеть выгрузились нам отдали баблишко баксики зелененькие сейчас мы попробуем где-нибудь там развернуться и это возникающая проблема потому что смогу ли я здесь вывернуться ну я наверное попробую попробуем прикольно шелковица видите друзья смотрите сколько нападало ее на полу я одно не ел такого суши так это как и на украине реально класс удобрения на елках он висит все класс но она очень вкусная друзья помытая после дождя вообще прекрасно ну что друзья попробуем здесь повернуть раз берем максимум потом по большому радиусу а потом уже режем руль больше 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 и мы прошли у нас приколы не заканчено надо забрать вот эти две тачки а чувак не отвечает забавной фигме а Саня хочет типа такой так типа такой или маленькая это маленькая это у меня такой же самый длинный баланс сантиметровая ну ага конечно мало ребят да в курсе здесь они снег чистят только джипами есть прибор который настраивает регулирует там высоту опускания поднимание и все и вон джойстик который раз снежок убрал прибрал вообще пластик слушай делать первую свою в жизни инспекцию автомобиля нам надо вот это дерьмецо цивик еще более-менее но это какая то не знаю хрень сатурн какой то что это за хрень это вы слышали на бытовой дядьника сатурн есть печальнички ладно начинаем делать инспекцию здесь скрэйч указом приходится друзья все вот так рукой обмазывать потому что здесь дент смотрим фары целые или стекла смотрим все ли здесь целое ну скорее всего здесь будут тоже царапины поэтому ставь просто царапины мы уже не увидим кому-то номерной знак был нужен ребятам и кто-то просил здесь скрэйч дент все вот так мы друзья фотографируем есть дальше следующее нажимаешь наверху опять опять Саня тренируется вот так друзья вы можете ко мне попасть на тренировку правда осталось всего 4 недели конечно вот так когда начинается такая вот погрузки-разгрузки непонятки сейчас нам 30 минут нужно ждать чувака хочется жрать ну он купил сыр хорошо что здесь уже наш фавдин ну похоже полноценно не получил сегодня медали нам до есть все чувак приехал пойдем забирать тачку все забираем наши тачки инспекцию мы провели уже показали ну прикольно как вы думаете что это такое а это ставить для гольфа шарики давай сань подъезжай давай давай стоп все ну понял да вот по этой полосе у тебя все все строгоно получилось ручник да все закрываем окно все и у нас здесь на чироке еще место все друзья мы собрались две тачки упакованных так едем в офис сдаемся сдавать надо всякие денежки взятом сладости и поедем на манхайн время время у нас такой здесь бардак сейчас Саня пошел будет контролировать мой выезд сейчас мы чик-чик-чик и вылезем друзья все отлично благодаря Сане мы это сделали вернулись домой слушайте мне уже чикаго как илюха говорит как дом уже все знаешь уже все что как слушайте как люди переживаются вживаются ну все наша компания снимает беды и в дальнейшем это уменьшает вес есть возможность больше естественно тащить и не попадаться вот это самодельное то что сейчас наши делают вот это друзья система уже заводская видите полностью вот эта плита здесь они делали самостоятельно из такой большого куска металла а здесь уже заводской вот этот комплект заводской стоит вот 500 до 1000 долларов все зависимости насколько тебе экстра надо это уходишь с работы представляете сколько бонусов у меня тут и еда есть и сладенько ну все естественно еда но суть того что вы представляете какой сервис так макс возьми то возьми то набрал еды ну да одно колесо же мы поменяем смотрите как как просторно когда нет вот этого сидения сколько просто реально места очень круто ну как бы вот это нужное пространство реально рабочее а вот ваня говорил в прошлых видео что еще он видел чувака что он снимал сидение и тоже было очень удобно работаем работаем быстрый пит-стоп просто взяли чик новенькое колесико и в бой я смотрите валера помните пришло твое время смотрите какие у нас наклеечки друзья теперь не так будет светло супер еще снимут бед скоро я вот как раз на пятницу вот воскресенье попрошу может они сделают это и прекрасно пролясно пролясно друзья жесть конечно тут пробки чикаго все таки это такой ужас столько времени теряется он пока отвечаю на комментарии ваши друзья мы сейчас в кадиллаке смотрите какой он красивый приборочка такая чик компьютер смотри какой класс приборка вообще классно а тут смотрите какая фигня столько места шикарная 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 фигет такая панелька смотрите какой он чик дура такая как у тебя уже еще или еще пока тебе интересно все таки машины на сидел только машины ты все на всех может прокатиться попробовать просто тачка тачка на который ты хотел который бы хотел бы себе да так у тебя есть возможность заводи вот виши так тоже кнопочка не то что разволновался выезжай видим уже покоцаны ночью делаем инспекцию а мы забрали гран-чероки будем крепиться друзья смотрим капитан рона фильм как раз мне сказали про такое найти распиздяйство или будущее перспективе так что если что посмотрите как круто когда понимаешь что вейт-стейшеном на ближайших 300 или 400 мили просто нету и они закрыты и ты можешь спокойно валить и валить по трассе при 70 миль в час это приятное ощущение а еще зная что есть еще помощник который доедет вообще прекрасно как приятно когда вейт-стейшен и клоусы как сказал ваня заедем в другой раз ребята знаете что ну я уже не раз с тобой мы тоже уже становлюсь здесь кстати сейчас подкормим машиночку себя и саня в бой бой нам еще 400 миль это 6 часов езды сейчас уже 8 не может сам заправлять можно расслабиться проверить все ли нормально все я свое время отработал правда так бы если был бы один еще 6 часов бы пришлось бы ехать ну как минимум 5 все целиком все нормально резина стоит все хорошо поужинать и нормально все будет куда я проверяю давление нормально уровень прорезь мы чайком кофейку едой погрели почти на маленькая бутылочка сегодня друзья будем потреблять вот такой суп я он саня тоже на такие перчики подсадил остренького чайку или кофейку можно дальше двигать но смотрите сколько гаджетов тут повесят тут вот боку просто вообще развесится а сзади прямо свалка из еды это все пакеты с едой это не подумайте ничего ни в коем случае не грязь просто свалка еды ну что уже и ночь у нас почти на дворе да сколько там у нас уже времени 10 она еще не ночь знаете вот монтирую видео и вот как специального ты ездишь вроде спокойно да вот только начинаешь что-то там делать и тут специально проезжаем мост вот самое хреновое в сша это когда ты переезжаешь мост не вот такой который над нами а тот который на дороге и просто машину такси колупо этот ноутбук мышка летает ничего попасть не могу хочется сказать конечно дороги вас хорошие но что-то со стыками мостов у них какая-то проблема немножко подергать это не чувствуется к этому потом привыкаешь но когда я первый раз сел на рассане прочувствовал да это то есть такой удар и немножко в жопу такой идет постоянно подпрыгивание такое знаете такое движение ну потом это не чувствуешь кроме только когда переезжаешь какие-то мосты потом тебя колупает вообще всего телефоны летают но этот момент монтировать видео довольно сложно вот смотрите приближаемся мы такому мосту развязку откажется ну вроде все нормально ровная дорога смотрите сильно он был сейчас как специально будут нормальные они так вот начинают покачивать вот тададам смотрите оп понеслась оп понеслась хорошо и они очень часто эти мосты просто чтобы понимать то есть дороги это хорошие ровные но вот эти мосты это просто жесть какая-то сейчас дорога у нас друзья пошла такая которая проверяет мои нервы просто вот она постоянно трясется чтобы понимать насколько все все трясется и ты вот должен этой мышкой попасть вот сюда куда-нибудь вот например представим что вот мне надо мышкой взять сконцентрироваться напрячься так аккуратно все это подвинуть удалить потом еще что-то сделать какой-то манипуляции попасть цифрками а все это трясется мы сейчас уже ищем наше спальное место где-нибудь кстати как вариант но нельзя там дальше где вы нам пристроиться давай давай туда пошел конечно друзья когда ты все-таки не один и есть определенные сложности плане того что тебе приходится разбирать собирать вещи плюс когда ты уже уставшие некоторые недоверия то что сейчас ехал уже под конец вроде сам начинаю засыпать отрубаться и естественно кажется что и водитель второй также себя чувствует и не комфортно конечно становится ехать и расслабиться не можешь и а надо ехать и что все друзья мы ложимся спать спокойно ночи сделали мы сегодня лишь только одно видео когда стандартно надеюсь завтра я увеличу скорость подключил компьютер но неважно все у нас впереди все будет хорошо пока